всем привет уже давненько в россии не снимали чего-то близкого к хоррору да не так давно были перевал дятлова и территория однако от сериала о котором и пойдет речь они многим отличаются и сегодня я приготовил для вас обзор на достаточно нетипичный отечественный сериал под названием топи автор сценария дмитрий глуховский начинал разрабатывать данный проект еще в далеком 2011 году немного позже уже были попытки экранизировать сей рассказ сперва в полнометражный фильм а затем и 4 серийный сериал однако ни фонд кино не министерство культуры не захотели выделять бюджет для фильма ну еще бы и проект был заморожен да и появлению такого рода сериала на тв всячески препятствовал то что в нем было большое обилие сексуальных сцен обнаженки насилия мата и расчлененки но уже в 2019 году когда в россии стал процветать стриминговый видеосервис проект был профинансирован и запущен в производство сам сериал поставил театральный режиссер владимир мирзоев который незадолго до этого снял бориса годунова он также был хорош в конце 2020 года сериал стали активно рекламировать на разных интернет площадках и буквально в начале прошлой недели состоялась премьера первых серий на кинопоиске ну и к слову о самом сериале в отдельно вступительной части я постараюсь рассказать про сериал топи максимально без спойлеров и таким образом именно после этого видео вы поймете стоит ли вам смотреть этот сериал или же нет а уже после последует и спойлерная часть этого видео огромную роль перед просмотром играет именно сценарий атмосфера и его идея ведь автор дмитрий глуховский до этого сериала ассоциировался разве что только с книжной и игровой вселенной метро 2033 да была экранизация текст по его бестселлеру но именно с метро у сериала топи была некоторая ассоциация главный слоган сериала от себя никуда не убежишь будто бы сразу подчеркивает что действия событий будут проходить далеко за пределами москвы так кому же все таки стоит смотреть этот сериал если вам нравится картины жанра мистики хоррора драмы и трейлера так сказать нечто мрачное и готичное то данный сериал вам должен зайти но при этом вы должны помнить в этой картине не все так просто как может показаться изначально задумка у этого проекта реально классная где множество жанров рождает общий смысл повествования первая серия в большей своей степени преподносится как драма концовка воспринимается как детектив вторая уже веет мрачностью где углубленные леса словно наполнены тьмой да и на первый взгляд вроде как зомбированные люди той местности имеют некоторое отношение к возможной местной секте в общем все это подается очень загадочно и при просмотре интерес конечно же присутствует сам сериал насчитывает около семи серий три из которых уже доступны и посмотрев только их я сразу понял проект топе нуждается в отдельном обзоре на моем канале к слову о самой секте было сказано исключительно в теории так как ничего подобного пока в сериале не наблюдалось как и в сериале о тенте территория главные события будут развиваться в некой старинной деревушке места событий настолько вам покажутся древними что милиция до сих пор не была переименована в полицию дядя а почему у вас машины не перекрашены организацию же переименовали мая суть то тоже во время всего просмотра вас будет преследовать чувство тревоги вот как будто бы все что происходит это не по-настоящему об этом напрямую будет говорить нам и сам сериал но не ведитесь это просто заблуждение во время просмотра вы поймете о чем я говорил в некоторых моментах сериал будет проходить в жанре психологического триллера ведь именно вокруг психического состояния героев и будут развиваться события и именно от каждого из персонажей будет зависеть выберутся ли они отсюда или навсегда останутся здесь ведь зайдя туда однажды прежним эти места никого не отпустят я пытался уйти но опять вернулся сюда они просто не могут уехать или не хотят и на этом заканчивается бесспойлерная часть нашего видео и если вы еще не посмотрели сериал и спойлеры вас пугают заканчивайте на этом просмотр а для остальных мы продолжаем сериал топе это история о пяти молодых москвичах которые едут в одну глухую деревню за неким чудом в монастырь однако для поездки у всех причины были разные молодой предприниматель денис титов которого играет небезызвестный иван генковский отправляется в деревню с целью вылечиться от смертельной болезни у дениса опухоль мозга которому в германии поставили смертельный диагноз и храм для него единственное место спасения а вот остальные персонажи сбегать деревню вместе с денисом скорее уже от своих проблем но как говорится от самого себя не убежишь у каждого из героев была на то своя причина у кого-то личная жизнь не задалась как у кати кого-то работа в желтой прессе достала как макса кто-то от запретов отца убежал как соня а кто-то и вовсе убийство совершил как эля то есть все эти аспекты играют большую роль потому как в самой деревне главным героем предстоит встретиться как сказал глуховский со своими самыми страшными кошмарами каждый из персонажей должен будет найти в себе силы пройти через них чтобы вернуться в настоящий мир само на первый взгляд неестественное название сериала топи означает следующее это история о погружении современного человека во мрак то есть что-то подсознательное что-то нематериальное однако даже не имея представления о значении этого слова самый внимательный зритель может начать догадываться что события после первой серии не являются настоящими дело в том что когда москвичи сошли с поезда на станции неподалеку был ларек который полностью был обвешен листовками о пропаже людей но это не главное один из жителей топи который встретил героев на станции и вез их к храму врезался в грузовик по дороге и есть теория что в ходе автокатастрофы все персонажи погибли и все что происходит после первой серии это как бы предзагробный мир и именно поэтому местные в этой деревне какие-то неживые то есть подсказка сего повествования кроется именно в названии для того чтобы погрузиться во мрак нужно некое событие к примеру это та самая автомобильная катастрофа когда максим увидел количество пропавших местный водитель не захотел отвечать на вопрос что же тут творится однако то что сейчас скажу вам я может многих повернуть в шок все эти пропавшие без вести люди это те самые безмовленные старики которые также были молодыми и приехав в топе и не сумев побороть свои собственные ужасы они остались там навеки пользу этой теории играет одно любопытное событие в сериале когда поздним вечером пропала катя наши герои искали ее долго но так и не сумели найти уже ближе к вечеру эля проходя мимо одной старухи видит на той катин платок где между ними завязывается весьма любопытный диалог а именно эта теория напрямую нам говорит о том что это старуха и есть катя и диалог на это косвенно намекает если это в действительности окажется правдой к такому сценарному повороту я уверен мало кто будет готов единственное что непонятно лично мне в данном повествовании так это два персонажа капитан милиции козлов и арина которая ухаживает за больной мамой капитан козлов здесь кажется более живым из всех но также на первый взгляд может показаться весьма неоднозначным персонажем ну и собственно арина молодая девчонка присматривающая за своей матерью явно что-то знает об этих местах но пока умалчивает мать арины ирина по ее рассказам ранее работала на неком химкомбинате где впоследствии аварии получила без рассудок это самая авария может отсылать к происшествию на чернобыльской аэс ведь после чернобыльской катастрофы появились игры и книги stalker а вот после stalker родилась вселенная метро 2033 но это такая маленькая пасхалочка к ассоциациям между метро и сериалом топе мы еще вернемся а пока поговорим о еще одной немаловажной персоне кое является баба нюра баба нюра стала единственной жительницей деревни топи которая согласилась принять москвичей уже по ходу совместных бесед проясняется следующее баба нюра в прошлом тоже работала на химкомбинате а сейчас присматривает за больным мужем именно из-за него не может переехать к сыну в москву то есть всех этих второстепенных персонажей по сути что-то удерживает в топе во время поисков кати денис наткнулся в лесу на захоронение местных жителей где увидел могилу мужа бабы нюры однако спустя некоторое время дэн просыпается в избушке и видит как баба нюра ее муж и соня обедают за столом в ходе чего затевается интересный но весьма жуткий диалог я думал умер а я думаю ты не это живой доведет могилу на кладбище только что даже сфоткал и где мы сейчас в посмертии именно после этой сцены многие стали строить теории о том что все главные герои уже умерли и нынче пребывают в загробном мире когда в начале сериала наши персонажи впервые добираются до храма они ничего там не обнаруживают кроме пустоты зайдя туда внутрь денис почувствовал дикие головные боли будто бы что-то его оттуда выгоняла будто бы что-то он еще должен сделать что-то преодолеть когда во второй раз баба нюра привела в храм но только соню то в ходе молитв как наяву увидела свою погибшую сестру во многом именно гибель ее сестры и заставила соню приехать сюда вместе с остальными но вот то что соня там увидела что же это чудо или проклятие на этом собственно и заканчивается третий эпизод сериала по общим первым впечатлениям хочу сказать в целом сериал получился весьма неплохим а местами силу своего жанра и вовсе отличным операторская работа придерживается должному стилю некоторые актеры играют неплохо а некоторые не очень музыкальное сопровождение и саундтреки и вовсе на уровне что делает сериал нереально атмосферным но главная его особенность это конечно же сценарий и задумка которые здесь прямо на уровне пока чего-то большего сказать не могу но понятно одно сериал меня приятно удивил и да чуть не забыл сериал топе имеет некоторые параллели с игровой вселенной сайлент хилл ведь покинуть тот город герои также не могли а а и а я а Буквально с самого начала от сериала веет духом постапокалипсиса. Чувство безнадёги главных героев в некотором смысле лично мне напоминало других москвичей. Тех, что жили в московском метрополитене. Так же, как и здесь, действия метро-2033 происходят в довольно ограниченном пространстве, где было смертельно опасным покинуть эти места. Взрывы испарили информационные поля, в которых размещались рай и ад. Душам некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остаётся в метро в этих трубах. Заброшенные на первый взгляд храм и полузабытые старинные дома с довольно странными людьми напоминали некую зону отчуждения. Да и упоминание некого хозяина конкретно лично меня отсылало к лесным локациям в игре «Метро. Исход». В метро хозяинам представал огромный мутировавший медведь. Но кто им будет в сериале, нам ещё предстоит узнать. Ну и напоследок скажу, в этом проекте всё намного глубже, чем мы можем себе того представить. На этом у меня всё. До скорого. Ты заходи, если что. Ты заходи, если что. Ты заходи, если что.